продолжаем разбираться с этим мотором предыдущем видео показывая сизый дым заклинившая форсунка рассказывал почему сизый дым форсунка заклинившая лила солярку и налила солярку картер двигателя вот масло с моторная стала жидкая и не пригодная для эксплуатации к тому же мотор заглох и перестал заводиться и как оказалось эти двигателя при повышенном уровне масла не хотят не работать и не хотят заводиться только пускают пару черных клубков дыма и не заводятся а если заводились то глохнут почему так происходит потому что у него грузики регулятор расположены низко когда уровень масла повышается регуляторы получается замоченным масло масло их достает и регулятор перестает работать таким образом эти двигателя при повышенном уровне масла не работают и не запускается к тому же если даже нормальный мотор сильно наклонить назад он тоже заглохнет потому что масло сбежит в сторону регулятора замочит регулятор и мотор заглохнет вот такая вот особенность так скрутила пробочку мотор завелся все лишнее масло сбежало все хорошо но масло надо поменять потому что она соляркой работать на таком масле нельзя конечно выкручу масло заливную пробочку он же щуп выкручу масло сливную пробочку и солью это чудненькое уже негодное масло значит видео где было 7 провокативных вопросов по этому двигателю был вопрос под номером один почему у этого двигателя 2 масло заливные пробки и 2 масло сливные ну надо сказать что все ответили очень правильно действительно потому что этот двигатель универсален ставится на разные агрегаты в том числе на генераторы на компрессоры на водокачки и этот двигатель может стоять где-нибудь под стеночкой и доступ с одной стороны может труднен поэтому для него делает две заливные пробочки две сливные пробочки с каждой стороны с какой стороны не подойдешь доступ есть вот простой ответ был на этот вопрос для универсальности двигателя промывать соляркой не буду в этот раз потому что там уже столько этой солярки в масле что промывать не надо ну что попробуем открутить масляный фильтр здесь вот находится под черной такой красивой пробочкой болтик на 10 откручиваем ключиком чудесненький красивенький блестященький и будем вытягивать масляный фильтр если бы это было просто было бы все чудесно на это оказалось не так то оно и просто резиночка не дает выходить фильтр представляет собой вот такую вот мелкую капроновую сеточку и он действительно похож похож на фильтр в отличие от фильтра тяжелого мотоблока где только одно название фильтра эти значит рекомендует производитель чистить раз в 500 моточасов или раз в 6 месяцев а менять их раз в 1000 моточасов или один раз в год по требованию инструкций но это как раз по моему тот случай когда инструкцию читать не надо потому что раз 500 моточасов чистить фильтра это слишком вот стружка какая-то или песок скапливается поэтому лучше эти фильтры чистить при каждой смене масла каждые 100 моточасов невзирая на инструкции ну а насчет замены 1000 часов может они и правы может капроновая сеточка износится за это время но как по мне то этот фильтр можно сказать что почти вечен но инструкция требует менять менять значит масло по инструкции надо через каждых 100 часов 100 моточасов или один раз в три месяца влезает в двигатель картер 178 мотора 1 и 1 литр по инструкции в этот мотор можно лить как полусинтетику так и минералку значит если температура на улице минус 20 значит лить полусинтетику 10 в 40 или 10 в 30 если на улице минус 10 градусов значит можно лить 20 в 40 или 20 в 30 масло по классификации api можно лить cc или cd но такие классификации масел уже с 2002 года отменены и таких масел в принципе производители уже делать просто не должны так что какое бы масло самое лоховское магазине вы не взяли оно должно к этому мотору подходить но масло рекомендую брать все же хорошие то есть от хорошего производителя надежного чтобы потом не иметь геморрою чем в этом двигатель удобно что масло перелить в картер невозможно потому что верхний уровень масла совпадает со срезом наливного отверстия так что захочешь не перельешь невозможно перелить после заливки закручиваем все пробочки все щупы назад все хорошо и несколько раз лично я проворачиваю всегда мотор чтобы масло закачалась масляным насосом и пробежала по масляной магистрали и в этом моторе как таковой нет но чтобы забежала под вкладыши коленвал в полость заполнила полости коленвала так ну и под конец в том видео где было 7 провокативных вопросов был вопрос номер два почему этого двигателя нету датчика давления масла вариантов много в комментариях писали но я лично склоняюсь к тому варианту что просто сэкономили датчик конечно должен быть но производитель его не поставил ну если мы возьмем аналог генераторов вот допустим есть генератор на котором тоже нету датчика тоже производитель сэкономил возьмем 2 тип генератора полуфабрикат так называемый я на них говорю полуфабрикат датчик масла есть стоит видно стрелочкой обозначен чудесники третий тип генератора стоит и датчик масла и электроклапан на насосе высокого давления значит в полуфабрикате датчик масла служит только для того чтобы зажигалась лампочка аварийного давления масла зажигается когда давление масла двигателей пропадает по какой-то причине сигнализирует о том что надо глушить двигатель вручную во втором варианте в автоматическом скажем так когда пропадает давление масла датчик реагирует размыкает контакты ток перестает бежать ток перестает поступать на электроклапан топливного насоса высокого давления тот свою очередь закрывается и перекрывает топливо на насос высокого давления и мотор соответственно автоматически глохнет вот такая вот хитрая очень система так что в этой системе датчик выполняет роль предохранителя если пропало давление в масле значит датчик давления масла размыкает ток ток не поступает на электроклапан электроклапан закрывается солярка на насос не идет насос не качает соответственно мотор глохнет пока не устраните проблему мотор не заведете и работать но не будет и очень кстати правильная система на некоторых мотоблоках смотрел магазинах эта система есть на некоторых мотоблоках и чаще всего поголовно ее просто нет они поставили ее наверно потому что так дешевле сэкономил производитель хотя если бы это был у меня такой мотор то я бы предпочел чтобы эта система у меня была почему бы я предпочел иметь такую систему потому что этот датчик давления масла выполняет двойную роль во первых он разомкнет цепь и заглушит мотор в том случае если у вас давление масла упало по аварийной причине допустим там срезала шпонку на масляном насосе и он просто перечил перестал качать масло или по какой-то другой причине давление масла пропадает по механической причине давление масла пропало он цепь разомкнул двигатель заглох и второе его предназначение он уберегает мотор от перегрева соответственно если мотор сильно нагревается перегревается датчика температуры на нем тоже нету он там не нужен на этом моторе потому что при перегреве мотора перегревается моторное масло когда моторное масло перегревается оно становится жидким оно становится жидким масле насос жидкое масло качает хуже падает давление масляной системе на некоторую величину и вот этот вот датчик масляный он рассчитан на эту величину когда давление масла жидкого разжиженного от высокой температуры падает он тоже цепь размыкает и мотор глохнет и таким способом он уберегает сам себя от перегрева мотор с перегревом работать не будет пока не остынет вы его не заведете полезная очень функция этого датчика и лучше бы чтобы он конечно был вместо датчика стоит вот такая вот чудесная заглушка которую можно выкрутить и поставить вместо нее датчик давления масла так ну сегодня было вот такое вот простенькое видео подписывайтесь потихонечку подкрадываемся к самым интересным видео покажу я как я переделывал в топливную систему на этом двигатель и почему переделывал как регулировать регулятор оборотов на этом моторе расскажу где основная причина ломки этого мотора где его ахиллесового пота почему они отказывают и почему у вас постоянно загорает распылитель на форсунках что с этим делать ну и самое интересное как поставить момент впрыска на это мотор подписывайтесь чтобы не пропустить